Всем привет! С вами канал Bon Appetit, меня зовут Вика, и сегодня мы рассмотрим с вами несколько ситуаций, в которые оказывался каждый из нас хотя бы раз в жизни. Ситуация номер один. Неожиданный звонок в дверь, на пороге стоят друзья, нужно накормить, удивить и создать какую-то приятную атмосферу. Ситуация номер два. Гости вполне себе запланированы, компания дружеская, энергичная, молодежная, веселая и хочется максимально, максимально далеко уйти от консервативных каких-то тривиальных салатов, нарезки и запеченной курицы. И на самом деле ситуаций таких может быть еще десятки-десятки сотни тысяч, но главное решение тому есть. И это решение называется Дип. Совсем недавно мы на нашем канале делали пицца Дип по мотивам известной итальянской пиццы Пепперони и сегодня решили продолжить вкусную итальянскую тему, поэтому у нас Дип Маргарита. Для начала нам необходимо подготовить помидоры и нарезать их кольцами, не тонкими, достаточно толстыми. Помидоры выкладываем на противень одним слоем, сверху солим, перчим и обильно сбрызгиваем оливковым маслом. В таком виде отправляем в заранее разогретую до 220 градусов духовку на 15-20 минут. В это время смешиваем сливочный сыр с тертой моцареллой. Туда же добавляем чесночный порошок, сушеный базилик, соль и все тщательно перемешиваем. Массу равномерно распределяем в термостойкой форме. Температуру в духовке опускаем до 190 градусов и отправляем туда выпекаться форму на 15 минут. После того, как масса слегка схватится, выкладываем раскрошенный сыр буррата и помидоры. Готовый дип украшаем свежим базиликом и молотым перцем. Прошло буквально несколько минут после того, как мы достали дип из духовки для того, чтобы он схватился. И сейчас попробуем и вызовем у вас какую-то неприличную зависть. Хочется как-то быть максимально не банальным, и при этом в голову лезут самые очевидные эпитеты в духе сырно, вкусно, аппетитно, очень по-итальянски. Но я постараюсь их отодвинуть в сторону и скажу, что главное, что мне бросилось в глаза, это максимальная сливочность и нежность, которую мы достигли в том числе за счет, во-первых, сочетания разных сыров, а во-вторых, за счет верхней корочки, которая у нас получилась очень тонкой, очень элегантной. Ну а вкусные помидорки, свежий базилик и очень ненавязчивые классические специи лишь помогли все это связать и напомнить нам о той самой красивой, вкусной и далекой Италии. Друзья, берите себе на вооружение, придумывайте какие-то свои сочетания, добавляйте сюда свои овощи, добавляйте какие-то другие специи, в общем, экспериментируйте. Это на самом деле большущее-большущее поле. И, кстати говоря, те, кто пробовал уже такие штуки, пишите в комментариях, будет правда очень интересно, кто нашел какие-то новые грани этого самого блюда. Будем делиться, будем знакомиться и, в общем, будем пускать большие рецепты и вкусные рецепты в жизнь. Ну а меня зовут Вика, с вами был канал Bon Appetit. До новых встреч! Всем лайк-лайк-лайк, мне лайк-лайк-лайк, вам лайк-лайк-лайк. Пока!